Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дарина, я не поняла, ты что, дом не сканировала перед покупкой? Почему, мам, сканировала? Да так, Господи, для профилактики. Пойдемте. О, Ивановы! Ну, наконец-то, я уже все вещи с ключиками занес. Дом красотища. И по дешевке урвали. Лампочки, да, походу тоже по дешевке урвал, да? Так, ладно, хороший дом, пойдемте смотреть. Ну, зятек! Ну, зятек, даже лампочки нормальные купить не смог. Посмотрим твой дом. Какой ты там урвал по дешевке. Моя, это парадокс. Параллели и реалии. Ай-яй-яй-яй! Что бы я не нес, как выходит аномалия. Ай-яй-яй-яй! Я бы и хотел, только ты неприкасаема. Ай-яй-яй-яй! Разум улетел, да неведомо, не знаема. Ох, красота! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, Валерка, а ну-ка подержи. А? Подержи, дети. Новый дом надо сразу, сразу волшебными травами окурить. Да вы что? Тамара Петровна, вы что, забыли? Как свою квартиру спалили? Это была случайность. Так, мам, все, мы договорились, что в новом доме никакого колдовства. Знаете что, расскажите мне тогда сразу распорядок этой тюрьмы. Кажется, в тюрьме дарят подарки. Я приговорил для вас нечто особенное. Та-дам! Валерия, ты мне что, всю жизнь будешь припоминать? Да! Да, я забыла обед на плите, ушла и спалила квартиру. Можно уточнить, не обед, а ваше видненское зелье. Валер, мам, ну прости, ну правда, ну мы виноваты, не должны были тебя оставлять одну после смерти папы. Надо было сразу продать квартиру, вон купить дом и съехаться. Ничего, ничего, у меня не забалуешься, я здесь противопожарную систему установил. А, давай ты уже бабулю троллить. Валерия, ну это перебор. Патафория, так, чтобы ее припоминать. Смотрите, прошлый хозяев даже продукты оставили. Дикие люди, не зашла им сельская жизнь. И какие-то они странноватые, правда. А мы? Из Москвы в поселок. Чего? Вообще-то в Москве у нас было 33 квадратных метра. И сосед алкаш. А здесь, о, хоромы. Кстати, а где мои личные хоромы? А мои? На втором этаже, с левой стороны. Сначала Катины, мама, потом твои. Спасибо. Чего-то я переживаю, что Катюше здесь не понравится. За меня ты не переживаешь? Жизнь двумя ведьмами подо мной крыша, это мука. Хорошо, что дождь хоть нормальная. Генучитель физики оказался домином. Слышишь, ты физик. Вообще-то мы не ведьмы. Я экстрасенс, мама травница. Давай вот без этого мракобисия. И вообще, мама больше не занимается магией. На пенсии. Угу. Видимо, на пенсии не бывает. Ой. Но все равно вдруг ей не понравится. Да ты что, Дарина. Она увидит свою огромную комнату, повеселеет. И потом у нас три туалета. Не, два. А на улице? Угу. Твой. Ни фига сеть не ловит. Облом. Ну, Толечка. Будем с тобой теперь жить. И здесь. Валер! Да? А где мой рабочий стол? На экране твоего ноутбука. Очень смешно. Где стол? Ой. Ты что, уронил его? Разбил? Валера! Заранее распаковал. Чтобы, если что, было бы время завещания написать, если бы он разбился. Очень смешно. Угу. Что такое дерганное-то? Да ничего. Я вообще переживаю, поедут ли в эту общую глушь за город клиенты. Родить твоего удара? За две земель люди поедут. Угу. Валер, между прочим, это дар, в который ты до сих пор не веришь. Как муж верю. А как человек науки ставлю по сравнению все, что не имеет научного обоснования. Спасибо. Да не переживай. Ну, в такой глуши. Тут сарафан на ранее сработает. Все понабегут. Ну, правда? Конечно. Угу. Куда ставить, хозяйка? О, заработала. Поняла. А что? Проходите. Сейчас, 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 сейчас. Я быстрее. Раз. Раз. Сюда. Сюда. Мам, ты что еще такое? Это? Это дети мои вещи. Кош, все вещи сгорели. Нет, не все. Мне вот Олечка не разрешал колдовать в доме. Я все в гараже хранила. Так что, слава богу, все уцелело. Жалко, гараж не сгорел. Все. Все хорошо. Сейчас, ребятки, сейчас я вам. Вот. Вот. Спасибо. Изначение надо. Хозяйка, добавить надо. Я на вас и коту напущу. Хозяйка. А вам жена изменяет. С ним. Все, ребята, давайте по домам. Спасибо. Помогли пенсионерки. Спасибо. Спасибо. Мам, а зачем тебе столько вещей, если ты колдовать больше не собираешься? На память. Да не переживайте вы, не переживайте. Вон я сарайчик приглядела в саду. Перенесу в сарай. Надеюсь, все эти вещи перенесешь? Ой, нет, Дарина. Все не получится. У меня тут кое-что пострадает от сырости. Нет, все нельзя. Мама, моя нервная система сейчас пострадает. Валера, иди посмотри, чтоб в сарае крыша не протекала. Один за всех и все за одного. Защищайтесь с барами. Валерочка, осторожней, осторожней, миленький. Это же, это же детородный орган изюбрия. Ой, это же вещь незаменимая в обрядах. А потом очень полезна для иммунитета. Хочешь, я тебе заварю? Дарина, я его рукой трогаю. Меня не трогай. Здорово, соседи. А я смотрю, у вас не заперто. Вот думаю, зайду познакомиться. Михаил Михайлович Кузнецов. Здрасте. Ну, для своих просто. Михаил Михайлович. А вообще, можно Михайлович. Я Валера. Это моя супруга Дарина. Это моя дочь Катя. А это... Тамара Петровна. Тамара Петровна. А я, значит, председатель жилтоварищества. Но по совместительству на все руки мастер. Так. Ну, что тут у вас? А что это у вас такое? Что это вы в аптеку собрались открывать? Тихо, тихо, тихо. Вот это трогать не надо. Мало ли. Ну, я вам скажу, что... Вы это... Вообще, коробки-то можете не распаковывать. Ну, ты еще почему? Дом проклят. А вот с этого момента поподробней. А что вам? Не сказать, что ли, прошлые хозяева, когда дом продавали? Вот дают. Вот поразительные люди, понимаешь? Дом продали, а главного не сказали. Привидение здесь. Что? Какое привидение? Так, спокойно. Привидений не бывает. Я лично ни одного не видел. Ну, конечно, их не бывает. А ты у прошлых хозяев спроси. Они знаешь, как отсюда бежали? На Олимпиаду можно отправлять. Ну что, зятюк, по дешевке купил, сэкономил? Давайте уедем. Так, все. Мои разберутся. Разберутся. Да, вы не переживайте. Я ясновидящая, приемы веду. Если что, обращайтесь. Да, я представительница древнейшей профессии. Если что, обращайтесь. Потомственная травница. В прошлом. А, ну да. Ну что, это, я скажу вам так. Алкаши были? Хипстеры были? Ну и с ведьмами мы справимся. Но это мы не ведьмы. Никакую порчу мы не наводим. Да, конечно. Все, одна ведьмы. Милок, у тебя что? Со слухом проблемы? Я сейчас такое зелье приготовлю. Можешь слушать, как у тебя волосы на голове растут. Понятно? Вы мне это, колдовать здесь не смеете. Будете колдовать, отключим газ. Не видите права. Идите там все домой, там все выключайте. Я за вами. Слежу. Сработало сарафанное радио. Дыра. Интернет нифига нет. Еще и привидение. Крутяк, спасибо родителям. Привидение существует. А интернета нет. Тоже плюс. Ты хоть с родителями поговоришь. На свежем воздухе погуляешь. Дарин, а ты тщательно просканировала дом перед покупкой? Ну, с честу бегло. Ну, что, энергетика дома мне показалась нормальной. Каждую комнату проверять не стала. А потом еще Валерка надоедала. Давай быстрее, смотри, какое хорошее предложение. А вдруг хозяева откажутся. Да? Бывшие хозяева вообще не отвечают. Похоже, они меня заблокировали. Нет, надо по всем комнатам пройти со скруткой. По всем. Вдруг где затрещит. Мам, я такими древними методами не занимаюсь. Вот зря. Слышите? Что? Что, привидение? Хуже. У меня живот урчит. От голода. Чуть-чуть я стану голодным, злым призраком. Все, я в магаз. Ой, я с тобой. Кот из дома. Мышкий пляс. Мама, ты обещала, что этим не будешь заниматься в новом доме. Да на тебя надежды нет. Ты вон призрака проморгала. Нет, давай вместе искать. Я своими методами, ты своими. Ладно, я согласна. Подожди. Пойдем. Я при Катюхе не стала говорить, чтобы нее не напугать. Что такое? Ну, когда приехали, я все-таки дома начала сканировать. У меня видение было. Я видела женщину в белом. Ух ты, а вдруг покойница, а? А, вдруг ее убили в этом доме. Вот бедная душа и маяца. Ну, не, не дай бог. Дарина, давай так. Если я найду призрака и обезврежу, я буду иметь право тоже колдовать в доме. Не только ты. Мама, ничего, что я тебе вообще-то на жизнь зарабатываю? Я помогаю найти людей, раскрыть убийства. А просто волосица боишься? А я в свои силы верю. Да ничего не боюсь, давай, без проблем. Да? Каждый будет своими методами заниматься, но учти, выиграю я и начнем я со второго этажа. По рукам. По рукам давай. Мой второй. Да, мам, учти, начнешь дымить, сработает датчик и приют пожарные. Удачи. Вот паразит, а. Ну, я тебе, зятек, покажу. Дорогая, я дома. Я, это, к соседям заходил. И как они? Ну, ой, напугало. Как соседи, говорю? Да, ну, это, говорят, знаешь, то ли ведьмы, колдуни или там экстрасенсы. В смысле? Настоящие, что ли? Ну, откуда я знаю? Я, ну, думаю, шарлатаны. Не цыгане точно, потому что, видишь, и кольцо на месте, и кошелек. Лучше бы, конечно, шарлатаны, да. Я знаешь, что думаю, Юль? Не раскосят они, вдруг правду узнают. Нам в тюрьму нельзя, дорогая. Ну, понимаешь, я шансон не люблю. Ты шить не умеешь. Ну, Орзик, ну чего ты? Ну, какая тюрьма? Ну, никто ни в какую тюрьму не поедет. Так, главное, знаешь что? Ты, это, ты к ним в доверие вотрись. Подружись. Ну, приглядывай за ними, да? Хорошо. Ты же у меня какой? Ты же у меня красивый. Ты же у меня сильный, да? Да? Ох, Юлька. Нельзя. 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 Масочка. Сказала же, масочка. Прости. Фу. Гарю пахнет, да? Тамара Петровна, а? Надо было настоящую противопожарную систему поставить, чтобы ее здесь всю пеной залило. Может, она призрака хочет найти и обезвредить? Сейчас я ее сам найду и обезврежу. Тамара Петровна! Так, Валера, спокойно. У нас с мамой магический поединок. Ну, кто первый дом спалит? Ну, Валера, ну, что ты размышевался? Я сейчас привидения поймаю и все проветрию. Я поймаю. Я. 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 Послушайте меня, охотница за привидениями. Я очень голоден. А когда я голоден, я вооружен и очень опасен. Накормите меня, а привидения я сам поймаю. Как? Ха. С помощью науки. Бабуль, мам, а вы-то хоть верите в привидений? Откуда они вообще берутся? Заблудшие души. Вот помрут, угомониться не могут. Самоубийцы. Невиновиенные. Знаете, у моей одной знакомый случай был. Соседи родственницу пришибли на даче. Случайно, случайно. И закопали на участке. Так потом она каждую ночь выла, пока убийцы не нашли. Вот так. Может, хватит пугать? Я не пугаю. Просто дома с привидениями надо обязательно чистить, проводить обряды. А если это не получается, значит, дом сжигаю. А, Тамара Петровна, так вы свою однушку в черемушках от призраков чистили? Валера, в домах с привидениями жить опасно. Надо съезжать. Крутая идея. Чего тянем? Да потому что нет тут никаких привидений. Нет призрака. Мои травы ничего не показывают. Не горят, не дымят, ничего. Кстати, я тоже по комнатам прошла и ничего не почувствовала. Так, девочки, вот. Готово. Ну, что это? Это детектор ЭМП. Я так и думал. Он ловит все электромагнитные волны вокруг. Это ловушка для привидений. Так ты же у них не веришь. Я? Категорически нет. Но некоторые адепты теорию утверждают, что вот это вот паранормальное, это скопление некой невидимой энергии. Его можно зафиксировать с помощью твоего прибора? Гениальная моя дочь. Вся в отца. Да. Красота, конечно, мобильная. Смотрите. Простой пример. Берем микроволновку, да. Что есть микроволновка, доченька? Это электромагнитные волны. С их помощью мы подогреваем еду. Допустим, слышите? Слышите, какой сигнал сразу? Он поймал эти электромагнитные волны. Как только мы немножечко его отделяем, он замолкает. Успе, вот угораздил тебя замуж за физика выйти. А почему горелым пахнет? Призрак погибшего бутерброда. Короче, если какое-то электромагнитное поле, волна приблизится к прибору, он запищит. Но он не запищит. А если запищит? Ну, если он запищит, это научное открытие. Дарина, Нобелевское бремя. Но это все деревенские легенды. Никаких привидений не бывает. Я все это сделаю, чтобы вы успокоились. Но это еще не все. Мы подключаем наш прибор к ноутбуку, и он будет всю ночь фиксировать изменения электромагнитного поля. Твой прибор докажет, что призрака в доме нет. Да. Давайте чай пить. Катя, что это такое? Что это такое? Кать, что? Он здесь был. Кто? Где? Да вот он тут стоял. Господи, кто? Призрак. Призрак? Ну, девочка милая моя, тебе наверняка приснилось. Да призрак вот тут стоял, страживнющий. Да это мой прибор его засек. За мной. Скорее. Скорее, скорее. Сейчас. Посмотрим. Ну, все. Аномальный гистролизис в несоразмерной фазе. Даже не пытайтесь понять. А по-русски можно? Зафиксировано колебание некое магнитное поле. Так это приедение, что ли? Все, валим из этого дома. Вообще, странно, что мы не слышали писка. Да. Вы не слышали? Значит, ОНУ попало на камеру. Камеру? Камеру. Чем больше приборов, тем лучше фиксация результатов эксперимента. Так, сейчас мы посмотрим этому привидению в лицо. Так. 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 Не поняла. Катюха, что-то привидение более на тебя похоже. Да, и пижама та же. Катя, может, объяснишь, что это за цирк? Потому что меня все бесит. Ни интернета, ни друзей, и полный отстой. Знаешь что? Отстой – это ложь, тем более родителям. Такая бессовестная. Катюха, ты через неделю пойдешь в школу, и появятся у тебя друзья. Валер, ты знаешь, что я просто не приемлем. Послушайте, ну, как можно сказать, ребенка за такую сообразительность? Ну, что, получается, зря мы сюда переехали. Наоборот, прекрасный дом. И мы доказали, что привидения нет. Угу. Но-то у нас есть одна маленькая обманщица. Ну, ты слишком строган. Ну? Ладно, пойдемте спать. Ой, спокойной ночи. Так. Значит, за уборку снега можете не платить. Это почему это? Да когда нас техника-то не доходит. Вон, в прошлый раз трактор, когда у нас застрял, так мы же два трактора вызывали, чтобы его вытащить. А как же вы снег чистите? Солнцем. Солнцем? Опа! У нас гости. Валер, тут мне Михалыч рассказывает, за что можно не платить. Да, вот уже тысячу сто рублей сэкономили. Это если такими темпами дальше пойдет, то вообще до тысячи двухсот доберемся. Валер, ну ты меня это, на ты можешь, да? Ну, в прошлый раз погорячился, прости. Ну, Валер, ну, Валер, ну. Ну, что ты, ну, с соседями нужно дружить. Ладно, проехали. Вот. Ну, как оно на новом месте? Приснился жених невесте? Ну, так же ты халычный шаг. О! Да не выспались мы. Всю ночь призрак ловили. И как? Поймали. Сами? Нет никакого призрака. Внучка нас разыграла. Все деревенские бредни. Угу. Ну, не знаю. Дом-то у вас какой-то странный все равно. Ни над кем столько ворон нету. А над вами кружат. Ну, вы же эти ведьмы. Вы что, это ничего не чувствуете, что ли? Ну, что-то мы не ведьмы, мы экстрасенсы. Да? Настоящие или так фокусы показываете? Не дом-то. Тигр свирепый. А дома и мяукнуть боитесь? Ну, подкаблучник. Ага. Я не подкаблучник никакой. Сейчас проверим его жену. Не надо, на меня ваши фокусы не действуют. Мне надо к Семеновым. За свет деньги взять. Да, а че это он так испугался, а? Не знаю, странный он какой-то. Ну, да, странный. Насчет ворон прав. Ничего, ничего. Мое зелье всех ворон распугает. Я вот возьму все, полью. И над нашей крышей будет бесполетная зона. Тамара Петровна, хоть на что-то вы пригодились. Зятюк. Как же я тебя люблю. Это взаимно. Земля впитает, ворон распугает. Бабуль, смотри, вот у тебя есть дар. У мамы есть дар. Почему я в па? Ну, ты с выводами не торопись. Может, еще и проявится. Не перебивай меня. Ворон разгони, певчих птиц примани. Бабуль, а во сколько лет у мамы дар проснулся? Ой, да не помню я. Память у меня никудышная. Но ты знаешь, сверхъестественные способности это тонкая материя. Вот у нас в роду по женской линии идет. У кого проявится, а у кого нет. Здесь законов и правил не существует. Земля впитает, ворон распугает. А ты что, тоже хочешь даромить? Очень. Ты только папе не говори, пожалуйста, а то он расстроится. Да, боже упаси, ты что уж это, я ему точно не скажу. Бабуль, а когда у тебя дар проснулся? Ой, да я не помню, что вчера было. Не помню, детка. Ты вот там полей, ладно? А то я что-то притомилась. Пойду прилягу. Давай, учись. Учись, милая. Учись. Земля впитает, ворон распугает. Земля впитает, ворон распугает. А-а-а! Призрак! Что такое? Что? Что? Призрак! Ты опять за свое? Ну, правда, ну там узорая, призрак. Так. Тссс. Ну, вот что ты врешь, а? Ну, я видела, там женщина в белом была. В белом? Это как в твоем видении. Ну, да. Я посмотрел, нет там никого. Тише. А что это за звук? Ну, ветер. Где-то, наверное, окно открыто. Никакой это не ветер. Ни одна веточка не шелохнулась. Значит, этому есть объяснение. Я его найду. логическое и рациональное. Или магическое. не-не-не-не. Не-не-не-не. Мам, мам, господи, ты чего тут делаешь? То же, что и ты. Ищу привидения. Вот тут что-то есть. Посмотри, ты. Мам, у сестры дом и так есть, она с мужем живет. Ты хочешь сказать, что этот дом я должна завещать тебе? Да. Верочка, умирать я пока не поймю. Но в любом случае поступлю по справедливости. Никого из вас не обделю? Я видела старую хозяйку дома, покойную уже. И ее дочь. Ну, странно. От неупокоенной души тяжелая энергия. А здесь я такого не почувствовала. Но откуда-то привидение взялось. Ничего не понимаю. То оно есть, то его нет. Надо узнать. Надо узнать, кто жил в этом доме. Дарина, я ничего не понимаю. Мы этот дом купили у Зябликовых. Они здесь месяц не прожили. Зябликовы, в свою очередь, этот дом купили у Аристовы, которые здесь жили максимум два месяца. А Аристовы купили этот дом у Веры Смирновой полтора года назад. И все. Ну, ой, толку-то. А то же бумага. Лучший источник информации – соседи. По дороге из магазина я встретила Ларису. Это кто? Наша соседка. Живет через забор. Очень милая женщина. И? Валер, плесничий. Ага. Сейчас. Лет десять назад этот дом построила вдова, генеральша Агнесса Сергеевна Смирнова. Статная, вся в перстнях. Так, значит, это я ее в своих видениях видела. И ее дочь. О, нет, нет, Валера, это очень крепко. Разбавь. У нее две дочери. Две. Погодки. Старшая Вера, младшая Юля. Так вот, полтора года назад у вдовы случился удар. Спасибо. И все соседи думали, что дом достанется обеим сестрам пополам. Но по завещанию дом достался старшей Вере. Случился скандал. Все соседи слышали, как Юля грозилась убить Веру. Потому что она считала, что это Вера уговорила мать составить такое завещание. А Вера взяла и продала дом через риэлтора по доверенности. С тех пор ее в поселке никто не видел. Вот. Сахару, пожалуйста, принеси. Женщина в белом. Так получается, ее дух у нас по дому шастает? Да. Юля. Юля убила Веру. Закопала на участке. И неупокоенная душа шастает теперь по нашему дому. Вот так. Ой, уже мой конфеточку. Дай конфеточку. Тамара Петровна, вы всю ценную информацию нам рассказали? Да. Тогда сами встаньте и идите за конфеткой. А я пошел в полицию. У нас в трупном участке закопан. Ну, и что ты расскажешь? Деревенские сплетни или наши домыслы? О, Боля, прекращай. Я не чувствую в нашем доме мертвую энергию. Да. А я в этом профи. Господи. Вороны. Опять вороны. Ночью был дочь. Смыло. Смыло все мое зелье. Я не могу так сидеть. Надо что-то делать. У меня есть идея. Ну? Конфетку дай. Валерочка, ну поглубже, поглубже надо. Давай, давай. Поглубже. Поглубже надо. А вот потом, наверное, здесь, Валер. А можно как-то поконкретней? Ну, и что я тебе? GPS, что ли? Я здесь, думаю, укроп и петрушка замечательно пойдут. Ах, вот зачем вы меня копать заставили. Ой, Валер, смотри. Что? Смотри, что я нашла. Ух ты. Обронил кто-то. Ух ты. Мам, Валер, пойдемте чай пить. Зарин, смотри. Кто-то браслет обронил. И совсем чистенький. Наверное, недавно. Посмотри. Это убийца? А где тело зарыто? Ты что, покойницу увидела? Нет. Я, кажется, поняла, что хочет от нас призрак. Чего? О, привет. Привет. Ты же главный пощадчикам, да? Ну, я. Показания надо перепроверить. Сейчас зафиксируем, что? Угу. Иванов, ты что еще, не собрался, что ли, а? Не понимаю, ты на скандал нарываешься. Дарина. Здрасьте. Здрасьте. Давай не прилюдюх, а, Дарина. Скоро стемнеет, нам ехать пора. А что-то вы решили это, уехать? Конечно. Иди сюда. Да, Лена. Управо, это ты виноват, что купил этот дом с привидениями. Да он в могилу сгонит. Я ни одного привидения не видел. Вот ты мне его покажи, я поверю. Ты в нее-то наверишь? Конечно. А ты его видел? Нет. А он был. Все. Значит так. Значит, мы с Катей и мамой уезжаем. А ты, если хочешь оставаться, оставайся. Чемоданы в машину. Дарин. Извини, я сейчас. Дарин. Дариночка. Скали. Все. Дарин Ну, добрый вечер! Соседи! Ой! Привет! А что это вы в дверях-то? Проходите, коль пришли! Это ее я видела у сара. А! Проходите! А что это на вас так повледнело-то, а? От страха, наверное. Браслетик в вашем саду нашли. Он-то нам все и рассказал. Ну, что, Михалыч, полицию с ОЗО вызовем или поговорим? Я бы сначала выпил. Ой, у меня зелье есть. Правда, я не знаю, от чего. Этикетка потерялась. Будешь? Тогда лучше поговорим. Мам! А что у нас сегодня на ужин для дорогих гостей, а? О! Мяско! Свежайшее! Валерка на крыше нашел. Вот откуда вороны у нас со всей округи. А вы их подкармливали. А это? Ваше добро. Отличная идея, Михалыч. Бросьте вентиляцию. Прекрасное место для рефракции. Можно было просто сказать эхо. Да. Я думал, вы это, ну, поругались и там уже и… Что ты думал? Что я останусь здесь один, увижу вот эту вот Олю Лукоя с подсветкой и написываю в штанишке? Я не думал, что ты написаешь в штанишке. Признавайтесь, зачем этот цирк устроили? Из-за дома. Ну, мама, я его сестре моей завещала, а мне ничего. Это несправедливо. А в поселке, говорят, вы сестру порешили. Никого мы не решали. Она дом продала и уехала. А мы дом купить хотели, а нам денег просто не хватало. Поэтому всех новоприезжающих мы пугали. Ну, чтобы хоть как-то цену сбить. Вы простите нас, соседи. Пожалуйста. Простите нас, соседи. Ну, что делать будем? Ну, меня в видении мать поделила все поровну между двумя сестрами. Что-то тут не сходится. Это для младшенькой, Юлечки. Надо получше спрятать. Что ваша мама сказала вам перед смертью? Перед смертью? А что сказала? Что всю жизнь не говорила? Ругалась, как всегда. А перед смертью она вообще, по-моему, с ума сошла. Она говорила, что я ожерела. Ожерелье. Она хотела сказать ожерелье. Большое, золотое, с бриллиантами. Да. Был такой. Только я его помню еще маленькой, в детстве. Я думала, что она его продала потом. Нет, она ему очень дорожила и хотела отдать его вам. Сестре она дом отписала, а вам ожерелье. Но не успела. И где оно? Здесь, в доме. Я видела, она положила его в такую прямоугольную серебристую коробку. А вот куда она его положила, я не увидела. Если ожерелье в доме, я помогу. Идемте за мной. Держи. Нет, нет, нет. Правую. Правую руку. Вот. Это амулет. Пройди с ним по всему дому. И где начнет сжечь руку, там ищи свое сокровище. Поняла? С Дубаи. Жжет? Нет. А сейчас жжет? Миш, не жжет. Крутяк. Пабуля, дай мне такое же, я буду сокровища искать. Ах. Да, мне такая штука тоже не помешала. Вообще-то свое сокровище ты уже нашел. Золотую тещу. Миша. Что? Жжет. Жжет. Жжет? А ну-ка, подожди. Так жжет. Жжет. А так? Еще сильнее жжет. А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка. Ой, Миш, прям жжет, жжет, жжет. Терпи. Терпи, сказал. Миша, ну-ка. Терпи. Ну. По-моему, здесь что-то есть. Ну-ка. Смотри-ка. Миша. Господи. Нашли. 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 Подожди. Нашли. 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 Спасибо себе. Мам. Мамочка моя. Миленькая моя. Господи, спасибо. И вам спасибо, дорогие. Большое. Ой, ну вы уж нас это. Простите, ради бога, что мы вот так вот. По-соседски. Простим по-соседски. Спасибо. Спасибо, я там вам это, счетчик, ну, приписал, короче, я все обратно, все обратно уберу. А если что, хотите там, знаете, починить, с чего вы обращайтесь, пожалуйста, я все приду, сделаю. Ну, у меня в комнате интернета нет. Починим. И ничего не загружается. Загрузим? И видеосвязь тупит. Ах, мы застрим ее, что там. Юль, вы помиритесь с сестрой, просто вашей маме, ну, там будет спокойней. Конечно, я помирюсь. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Большое. Можно? Такие вы прям прекрасные. Можно я вас обниму? Конечно. И я тоже вас обниму, господи, наконец-то. Спасибо. Кузнецова, вы лучше приходите к нам завтра на новоселье. С удовольствием. Машите, мама, машите. Куда вы машете, туда машите. О, господи. Дарин, у нас все практически готово. А Кузнецова где? Чего вы так нервничаете? Не придут, вон, Валерке больше достанется. С новосельем, соседи! О, Михалыч, мама, машите, мама. Чего стоите, проходите? Ну, так мы это, не одни. Сарафанное радио-то работает. Все вопросы задаете, я так не могу ответить. Я тоже Иванова. Не надо было даже паспорта менять. Прям мистика. О, нет, понимаешь, у меня же отец-то тоже, он же Михаил. Ну. И я тоже, понимаешь, Михаил. Ты понимаешь, как сына-то я назову? Как? Гена? Ну, давайте, давайте, угощайтесь. Простите, пожалуйста, можно мне жену украсть ненадолго? Очень срочно, надо. Сейчас придем. Так, аккуратно. Так, Валер, что ты придумал? Еще ножка, осторожно, осторожно. Все, все, мы на чудаке. Ага. Так, не смотри, не смотри. Да не смотрю, я не смотрю. Не смотрю. Стой здесь. Все, стою. Здесь. Ну? Смотри. Сюрприз! Валерка, ну какой ты у меня замечательный. Ножок. У нас же переезд, новый дом и много работы. Ой, не говори. Ну ничего, мы со всем справимся. Мы же Ивановы. Мы супер Ивановы. Хороший у нас дом все-таки, да? Да, суперский. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Исчезают и непрожено. Я меняются. Что я так скажу? Неудавно получается. Ай-яй-яй. Это парадокс. Параллели и реалии. Ай-яй-яй-яй. Что бы я ни нес, то выходит аномалия. Ай-яй-яй-яй. Я бы и хотел, только ты неприкасаема. Ай-яй-яй-яй. Разум улетел, Да неведомо, не знаемо. Ай-яй-яй-яй. Не была Европа, Ниоткуда появляешься. Ай-яй-яй-яй. Как же ты могла, Но чего ты улыбаешься? Ай-яй-яй-яй. То ли я дурак. Ай-яй-яй-яй.